Добрый вечер! Коротко о том, что произошло сегодня. Казахстанцы отказ от прививки от ковида. Вакцинация добровольная, это раз. Считают ли ПЦР тесты альтернативой? Можно ли назвать кампанию по вакцинации в республике принудительной? Невозможно работать. Сколько врачей хотят уволиться из алматинской поликлиники? В чем причина? Нам это очень не нравится. Что за скандал произошел внутри коллектива? Можно ли полюбовно решить конфликт? Как бы не взлететь на воздух? Кто нам ее будет ремонтировать? Чего опасаются жители Кустанайской области? С какими нарушениями прокладывают долгожданный газопровод? Оправданы ли их опасения? В Казахстане уже неделю сохраняется высокая смертность коронавируса. За прошлые сутки болезнь унесла жизни 27 человек. Еще трое умерли от невмонии с признаками COVID-19. Буквально в конце прошлого месяца показатель смертности был в два раза меньше. В красной зоне на сегодня 9 регионов. Зафиксировано свыше 2700 новых случаев COVID. Лидер по приросту больных – это город Нур-Султан. Из столицы с нами на связи моя коллега Зарина Беремку. Зарина, как столицы справляются с потоком больных? Добрый вечер, Наталья. Нур-Султан действительно обогнал все регионы по количеству заражений коронавирусом. За прошлые сутки зарегистрировали почти 800 новых случаев, причем заметный рост даже по сравнению с предыдущим днем. Почти на 90 пациентов больше. Властям города приходится реагировать на этот поток заболевших. Сегодня развернули еще два инфекционных стационара. Перепрофилировали городской центр психического здоровья и главный военный клинический госпиталь. Таким образом появилось 300 дополнительных коек. Эти медучреждения были задействованы для борьбы с коронавирусом и в прошлом году. Пик заболеваемости тогда пришелся на этот же период. Лето, в принципе, пора. Как отпусков, так и каникул школьников и студентов. Ну и, конечно, по сравнению с зимой, то есть летом люди выезжают чаще за город, где-то какие-то прогулки по городу. То есть это все очень сказывается. Тем более сейчас люди думают, что так такого вируса уже нет и продолжают посещать общественные места массового скопления. В столице почти 1900 пациентов находятся в инфекционных стационарах. Загруженность коек в 77%, из них около 150 человек находятся в отделении реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 30 горожан. Непростая ситуация в Гарагандинской области. Она следом за Нур-Султаном в тройке регионов с самой неблагоприятной эпидситуацией. Людмила, что в связи с этим делают у вас? Ситуация в регионе действительно непростая. На сегодняшний день в инфекционных стационарах с диагнозом COVID находится 1800 пациентов, то есть занято треть от общего числа койко-мест. В реанимации 70 человек, семеро из них на аппаратах ИВЛ. Врачи говорят о крайней серьезности положения, но при этом о каких-то особых ограничениях речь не идет. Сегодня собирались установить санитарный пост с проверкой по системе ОШИК в городе Балхашка Рагандинской области, но так и не ввели, не получили всех согласований. Так что пляжи, выходные по-прежнему были забиты людьми без определения COVID-статуса. По данным Национальной палаты предпринимателей, на сегодня в Казахстане больше 13 тысяч коммерческих организаций перешли на ОШИК. Правда, если верить статистике, это капля в море, ведь всего в Казахстане 1 миллион 600 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Жители же, особенно в жару, неохотно надевают маски и делают это только там, где заставляют, в магазинах и торговых центрах. Предпочитали обходиться без них, даже в переполненных автобусах. Но о каких-то серьезных проверках и наказаниях информации пока нет. Наталья? Спасибо, коллеги. Несмотря на ужасающие цифры и темпы заражения, казахстанцы выражают недовольство необходимостью вакцинироваться. В нескольких городах прошли несанкционированные акции и собрания. Последняя акция состоялась в городе Ридер, в Восточно-Казахстанской области. Противники вакцинации называют ее принудительной и требуют позволить им работать без прививки и результатов ПЦР. Либо просят, чтобы анализ на коронавирус был бесплатным, а ВОЗ называют фашистской организацией. В Кустанай инициатора подобные акции даже привлекли к административной ответственности к трем дням ареста. Власти реагируют на возмущение, рассказывая собравшимся о росте заболеваемости и обещая не принимать карательных мер. Вам только что разъяснили, что вакцинация добровольная – это раз. Вам страховать не будут, я вам говорю, как прокурор города. Многие казахстанцы до сих пор с недоверием относятся к прививочной кампании. Некоторые люди не уверены в эффективности вакцин, другие поддаются панике, смотря ролики в интернете, третьи считают, что обязательная вакцинация нарушает их конституционные права. Является ли эта процедура принудительной? Какая разница между солидарной ответственностью и принуждением? Мы попытаемся в этом разобраться. С нами на прямой связи юрист Таир Насханов. Таир, добрый вечер. Вечер добрый. Первый вопрос, что называется самый наболевший. Является ли вакцинация, которая проходит в нашей стране, принудительной? Ведь именно такие мнения звучат от жителей нашей страны. Однозначно, эта вакцинация не является принудительной. У нас по закону вакцинация является добровольной. А можно ли узреть нарушения наших прав в других карантинных мерах? Например, локдаун, ограничение работы бизнеса, ношение масок, использование приложения Ашик. Все эти меры направлены для того, чтобы защищать права граждан на охрану здоровья. То есть то, что указано в статье 29 Конституции. То есть все это необходимо для того, чтобы общество спаслось наконец-то от этой смертельной вирусной инфекции. Поэтому никаких нарушений в данном случае не усматриваются. Из-за жары и засухи продолжает страдать хозяйство. Особенно нелегко приходится животноводам. С учетом того, что синоптики прогнозируют экстремальную засуху в этом месяце, то эксперты ожидают, что ситуация с падежом скота будет только ухудшаться. Какие отрасли могут пострадать из-за аномальной погоды, разбирался Нургали Карабаев. Фермеры уже месяц бьют тревогу. Сильная жара, засуха и отсутствие кормов продолжает бить по сельскому хозяйству. С учетом того, что синоптики прогнозируют экстремальную засуху в июле, то ситуация станет еще хуже. При этом уверены, что скотина продолжает гибнуть из-за отсутствия кормов. Реальные потери намного больше официальных. В связи с чем просят власти объявить чрезвычайную ситуацию по стране. С пастбищами огромнейшая проблема. Когда приближается самолет и садится тем, кто путешествует авиасообщениями, идет на посадку в Акмолинскую область, убедитесь сами. Культурные пастбища, весенний посев что-то есть, а остальное все желтое сгорело. И самое странное, самое страшное в том, что июль у нас только начался. Самое критичное в том, что скот сейчас начнет гибнуть от недоедания и от жары. Аномальная жара стоит. Аномальная. Засуха в первую очередь ударит по растениеводству и животноводству. Если сейчас кажется, что это только вопросы самих фермеров, то завтра это станет глобальной проблемой для страны, уверены эксперты. Рост цен люди уже почувствуют под конец года, говорит экономист Мерюерт Махмутова. Мало того, мы продовольственную безопасность и до этого без такой засухи не обеспечивали. Но сейчас, получается, мы будем практически целиком зависеть от импорта, потому что наши фермеры не смогут прокормить страну. Продукции животноводства, продукции растениеводства не будет достаточно для внутреннего потребления. Это, безусловно, скажется на росте цен. Из-за сложного положения и аналитики, и фермеры просят правительство принять срочные меры. Например, запретить экспорт из страны фуражного зерна, чтобы обеспечить кормами скот и вести двухлетние каникулы фермерам на выплату кредитов. Нургали Карабаев, Геннадий Лукин, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Чрезвычайно жаркая и сухая погода привела к возникновению множества очагов возгорания, в том числе и на погостах. В Казахстане горели сразу два кладбища. В Каскалене Алматинской области огонь охватил два гектара. В поселке Кокпекты Карагандинской области 900 квадратных метров. Очевидцы засняли пожар на мусульманском кладбище в Каскалене в Алматинской области. По данным областного ДЧС, сначала загорелся мусор, огонь перекинулся на кустарники на территории погоста. Почти полностью выгорело кладбище в поселке Кокпекты Карагандинской области. В социальных сетях люди предупреждали друг друга о том, что придется восстанавливать кресты и памятники. В целом, штормовое предупреждение и высокую пожароопасность объявили в 12 областях Казахстана. Сильная жара, ветер, сухие грозовые разряды и, главное, человеческая халатность привели к масштабным природным возгораниям. Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. Жители села Аулии и Коль в Кустанайской области боятся взлететь на воздух. Долгожданный газопровод, по их мнению, прокладывают с нарушениями. Из-за того, что газ провели поверх водопровода, доступ к ремонту последнего практически заблокирован. К тому же, устранять порывы под трубой с газом опасно для жизни. Завершение строительства выстраданного газопровода в Аулии-Коле теперь ждут с опаской. Люди говорят, что в лучшем случае рискуют остаться без воды, а в худшем взлететь на воздух, так как трубы с газом в одном из микрорайонов села провели под землей, но поверх водопровода. Кто нам ее будет ремонтировать? Потому что это аварийная ситуация, в которой люди могут пострадать, когда будут раскапывать. Во всех цивилизованном мире трубы идут газовые наверху. Вот у вас в городе наверху взяли трубы пластмассовые, они дешевле, отпустили. А куда отпустили, никто никого не контролировал. Местный аграрий и владелец водопровода Юрий Заикин рассказывает, что обеспечивает водой 75 домов. И теперь ума не приложит, как будет ремонтировать свои трубы. Вообще вахханалия какая-то. Говорю этому, проверяю, что ты куда смотришь, смеется. Ну как это понимать? Или что тут деревня, что тут все нужно? Глава региона Архимед Мухамбетов уверен, что повода для беспокойства у жителей нет. Проект газификации прошел экспертизу и согласование со всеми службами. Поэтому никаких там сегодня опасностей нет. Инспект, кажется, компания, она владелец этих водопроводов, дала согласие на прокладку газопровода. Расстояние там, все соблюдается. Но эксперты в области технодзора отмечают, даже если все согласовано, строить, нарушая СНИПы, нельзя. Значит, строительство газопроводных сетей над водопроводом или теплосетью недопустимо. Значит, есть нормы, что от оси водопровода или от оси газопровода до водопровода должно быть. Раньше была норма около метра, а сейчас, в моем понятии, два метра обязательно. Жители Аули и Коли говорят, что переживают стресс из-за происходящего. Ведь газ уже в скором времени должны пустить. И тут уже не до удобств. Выжить бы. Нина Шапой, Елена Досова, Информбюро, Костанайская область. Крупная покупка онлайн. Теперь совершить сделку купли-продажи можно, находясь за тысячи километров от продаваемого объекта. Изменения в закон о нотариате призваны значительно улучшить жизнь казахстанцев. Раньше, чтобы купить квартиру, к примеру, в столице, покупателю нужно было приехать в Нур-Султан и оформить сделку у местного нотариуса. Теперь эту процедуру можно провести в любом городе, независимо от того, где находится недвижимость. И сами нотариальные документы теперь выглядят по-новому. Вместо привычных бланков с вводными знаками клиент получает титульный лист с QR-кодом, в котором содержится вся информация о проведенной процедуре. Также теперь нотариус может приравнять любой бумажный документ к электронному и наоборот. Сейчас операции, проведенные нотариусами в электронном виде, граждане могут увидеть в единой нотариальной информационной системе. Данную функцию планируют внедрить на портал ЕГОВ в ближайшее время. Мы интегрированы со всеми базами регистра недвижимости, электронного кадастра, базами физических и юридических лиц. И я надеюсь, что мы будем интегрированы также с цифровыми документами в приложении ЕГОВ Мобай. Четвертая волна COVID в Европе неизбежна. В этом уверены бельгийские иммунологи. Они опасаются, что отмена строгих карантинных мер в большинстве стран приведет к росту заражений. Означает ли это то, что людей снова закроют по домам? Об этом в нашем обзоре. Количество заболевших растет из-за нового штаба Дельта. Он более устойчив к вакцинам, считает бельгийский иммунолог Жан-Люк Гала. Он призывает власти стран не спешить снимать карантинные ограничения. Но в ВОЗ опасения бельгийских медиков не разделяют. Представитель организации Майкл Райан заявил, что ситуация с COVID в мире медленно, но стабилизируется. Немало этому способствует и прививочная кампания. На данный момент эпидситуация лучше, чем 2-3 недели назад, сообщает ВОЗ. Но расслабляться пока рано. Опасный и заразный штамм Дельта зафиксирован почти в сотне стран. А в Японии не стихают споры вокруг Олимпийских игр. Противники Олимпиады уверены, спортивные соревнования приведут к вспышке коронавируса. Так считают 82% японцев. А жительница Токио Кайоко Такахаши пошла на радикальные меры. Решила потушить олимпийский огонь из водяного пистолета. Так 53-летняя женщина пыталась выразить свой протест. Такахаши скрутили и увели охранники. Эстафета огня продолжилась. А школы массово сдают билеты на соревнования, купленные для учеников. Родители и учителя не хотят приводить детей на стадионы, боясь заразить. Взрослые не все вакцинированы. А вакцинация детей еще даже не начиналась. В такой ситуации сложно решить, стоит ли рисковать их здоровьем. А в Дании возвели песчаный замок, посвященный коронавирусу. Высота сооружения 21 метр. Это новый мировой рекорд. Замок украшают фигурки больных и врачей. Венчает композицию «Вирус в короне». У него корона, потому что он всеми нами управляет. Он говорит нам, что нам делать. Он заставляет нас носить маски, не видеть родных, не ходить в хорошие места. Конструкцию закрепили специальным раствором. Так она простоит до весны. Над ее созданием трудились 30 мастеров. Кстати, замком из песка уже заинтересовались в книге рекордов Геннесса. Для кого-то пандемия напас, а для кого-то источник вдохновения. Наталья. Спасибо, Елена. Суд Беларуси отправил в тюрьму на 14 лет оппонента Лукашенко, бывшего банкира Виктора Бабарико. Он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Но за два месяца до голосования был арестован по подозрению в коррупции. Спустя почти год суд вынес решение. Безусловно, мы будем отбиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты. На сегодняшний день, поскольку, как уже известно, апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, то мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Это из ближайших действий. Виктор Бабарико занимал должность председателя управления Белгазпромбанка и считался главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Приговор 14 лет тюрьмы был оглашен Верховным судом Беларуси. Он признал оппозиционера виновным в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также в легализации средств, полученных преступным путем. Суд по этому делу начался в феврале. Бабарико вину не признал. Приговор вызвал осуждение Запада и оппозиции в изгнании. Союзники бывшего банкира заявили, обвинения были сфабрикованы, чтобы помешать его политическим амбициям. Помимо отбывания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, суд постановил выплатить штраф с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. Штраф, который должен выплатить Виктор Бабарико, равен 18,5 миллионов долларов. Такую информационную среду видели корреспонденты Информбюро. Я вам желаю хорошего вечера и берегите себя.